В Донбассе продолжается эскалация. Министр внутренних дел Украины попал под обстрел. Россия проводит испытания баллистических и крылатых ракет. В Донбассе резко взросло число нарушений режима прекращения огня. Руководство самопровозглашенных республик объявило о всеобщей мобилизации. Страны Западной Европы приходят в себя после разрушительного шторма ЮНИС. 16 погибших и есть раненые. Транспортной инфраструктуре нанесен огромный ущерб. На востоке Украины наблюдается эскалация вооруженного конфликта. Украинская армия и представители самопровозглашенных республик обвиняют друг друга в нарушении перемирия и участившихся провокациях. В субботу в Донбассе под минометный обстрел попал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, посещавший зону проведения операции в сопровождении нескольких депутатов Верховной Рады, а также журналистов. В том числе сотрудников американского канала CNN и французского агентства France Press. Никто не пострадал. Также в субботу наблюдатели от ОБСЕ зафиксировали более полуторы тысяч случаев нарушения режима прекращения огня в Донбассе за один день. О таких цифрах не сообщалось с июля 2020 года. Штаб операции Объединенных сил Украины сообщил о гибели двух украинских военных. На фоне обострения ситуации Минобороны России распространила кадры с учений стратегических сил сдерживания, в ходе которых были проведены запуски гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон», а также межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Владимир Путин наблюдал за ходом учения из ситуационного центра в Крымеле вместе с Александром Лукашенко. Комментируя ситуацию вокруг Донбасса, глава дипломатии ЕС Жозеп Баррель в своем заявлении осудил использование тяжелых вооружений для обстрела гражданских объектов. По его словам, в Брюсселе не верят сообщениям из ДНР и ЛНР о якобы готовящемся украинском наступлении. На прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский сообщил о своей готовности провести встречу с Владимиром Путиным. «Я не знаю, чего хочет президент Российской Федерации, поэтому предлагаю встретиться». Тем временем приграничные регионы России начали принимать беженцев из Донбасса, после того, как в Донецке и Луганске объявили всеобщую мобилизацию. В Ростовской области был введен режим чрезвычайного положения. Украинские власти призвали жителей самопровозглашенных республик выехать на территорию подконтрольную Киеву. На востоке Украины резко возросло число нарушений режима прекращения огня. Так, в субботу под обстрел попала группа украинских парламентариев и журналистов, а российская сторона сообщает, что один из украинских снарядов долетел до Ростовской области. В самопровозглашенных республиках Донбасса объявили всеобщую мобилизацию. Днем раньше было объявлено об эвакуации жителей в Россию, в первую очередь детей, женщин и пенсионеров. Согласно заявлениям, такое решение было принято в связи с усилившимися артиллерийскими обстрелами со стороны позиций украинских военных. В Ростовской области из-за этого введен режим чрезвычайной ситуации. В России на этом фоне под руководством Верховного главнокомандующего проходят масштабные учения с пусками баллистических ракет. На Западе утверждают, что маневры используются как прикрытие для подготовки вторжения, что в Москве категорически отрицают. Россия и непризнанные республики в свою очередь обвиняют Украину в подготовке удара на восток. И это отрицают уже в Киеве. Обе стороны обвиняют друг друга и в диверсионных действиях. В целом видно, что в Киеве и в других городах люди придерживаются того, что мы называем разумным пренебрежением. Все довольно спокойны, едины и я считаю это добрым знаком, хорошим аргументом против каких-либо военных действий против Украины. Американские политики заявляют, что сейчас вдоль украинской границы расположено около 170-190 тысяч российских военнослужащих по сравнению со 100 тысячами три недели назад. Число погибших в результате обрушившегося на Западную Европу шторма Юнис составило по меньшей мере 16 человек. В Великобритании порывы ветра достигали 200 км в час. 400 тысяч домохозяйств остались без электричества. В Лондоне была повреждена крыша в виде белого купола легендарного стадиона О-2-Арена. В Сомерсити рухнул шпиль церкви, построенной в середине 19 века. По всей стране отменены более 400 авиарейсов. Затруднено движение поездов. Парализовано паромное сообщение с континентальной Европой. Национальный железнодорожный оператор Германии Дойчибан объявила при остановлении сообщения к северу от Ганновера, Дортмунда и Берлина. Более тысячи километров путей нуждаются в ремонте. По меньшей мере три человека погибли, в частности, из-за падения деревьев на дороге. Один из погибших упал с крыши собственного дома. Река Эльба вышла из берегов, в связи с чем пришлось проводить спасательную операцию в Гамбурге. В Нидерландах четыре человека погибли из-за падения деревьев. У одного человека тяжелое ранение из-за обрушившейся на него с крыши солнечной батареи. В Гааге десятки домов были эвакуированы из-за риска крушения колокольни. Стихия также затронула север Франции, Бельгию, Ирландию и Польшу. На 72-м Берлинском кинофестивале вручили главные призы. В этом году на премию «Золотой медведь» претендовали 18 фильмов из 15 стран. Победителем стала испанка Карла Симон с семейной драмой «Алькарас». Фильм рассказывает о трудностях каталонской семьи Соли. Их привычный ход жизни резко меняется, когда становится известно, что их плантацию персиковых деревьев собираются вырубить, чтобы установить солнечные батареи. Режиссер создала фильм, используя автопортрет собственной семьи, которая также выращивает персики в каталонской деревне. В фильме приняли участие непрофессиональные актеры. Фильм не заканчивается хэппи-эндом, потому что заниматься семейным фермерством в наше время очень сложно. Но этот фильм не только об этом. Он о семье и о том, как важно заботиться друг о друге, быть вместе во время кризиса. Лучшим режиссером назвали француженку Клэр Дени. Жюри отметил ее картину «По обе стороны лезвия» с Жюльет Бинош, Винсаном Линдоном и Григуаром Каленом. Фильм рассказывает о любовном треугольнике, отношениях с детьми, расизме и других современных проблемах. Я решила снять в фильме именно этих актеров, потому что не я, а они режиссируют фильм. В этом что-то есть. Они мне были нужны, и я люблю этих актеров. Немецкая актриса турецкого происхождения Мельтем Каптан, исполнившая главную роль в фильме «Рабия Курнас» против Джорджа Буша-младшего, режиссера Андреаса Дрезена, стала обладательницей «Серебряного медведя» как лучшая актриса. Я посвятила эту награду своей героине и всем матерям, любовь которых безгранична. Большое спасибо. Политическая комедия привела восторг зрителей фестиваля. Главная героиня фильма – турчанка, живущая в Германии. Ее сын оказывается узником Гуантанамо. Однако благодаря помощи адвоката удается добиться его освобождения. Китайские фигуристы Суэм Цзин и Хань Цун завоевали золото в выступлениях спортивных пар, обойдя россиян Евгению Тарасову и Владимира Морозова на 63 сотых балла. Китайская пара получила за выступление рекордную сумму баллов, обойдя по этому показателю Анастасию Мишину и Александра Галямова, которые в Пекине оказались третьими. Сборная Швеции оказалась лучшей в Керлинге, обыграв Великобританию 5-4. Ранее шведы дважды завоевывали олимпийское серебро в этом виде спорта, причем первый раз еще в 2024 году. Конькобежка из Нидерландов Ирэна Схаутен завоевала в Пекине уже третью золотую медаль. В субботу она выиграла масс-старт, обойдя канатку Ивани Блонден. Ранее Схаутен занимала первые места на дистанциях 5000 и 3000. А бельгийский конькобежец Барт Свинкс стал первым в масс-старте. Он получил второе в истории своей страны золото зимней олимпиады. В лыжном масс-старте два верхних места на пьедестале заняли спортсмены российского олимпийского комитета. Александр Большунов получил золото, а его товарищ по команде Иван Якимушкин – серебро. По сообщению ТАСС, именно Большунов станет знаменосцем команды на закрытии игр. В общем зачете по-прежнему лидирует Норвегия с 15 золотыми медалями. Затем идут Германия и Китай. У российского олимпийского комитета восьмое место. 31 награда, из них 6 высшего достоинства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова